Здарова, друзья! Вы находитесь на канале Спортивный, и сегодня на ваших экранах игрушка Виа Футбол. Необычный проект в рубрику «Спортивная пекарня». Давайте же посмотрим, из чего состоит данная игруха. Перед просмотром советую посетить мой магазин cargames.co. В нем привлекательные цены на разнообразные игрушки Steam и Origin. Так, например, можно приобрести Best 21 и FIFA 21 по очень привлекательной цене, а также горячую новинку FIFA 22. Цены не кусаются, в отличие от других магазинов. Помимо ключей, у нас есть также аккаунты с разными видами прокачки, CSGO, Dota 2 и другими играми, например, Battlefield V. Не проходите мимо моего магазина cargames.com, ссылочка в описании под видео. Ну что же, незамысловатый интерфейс. Все простенько, интересно, что здесь, да как. Начало блестящие карьеры, смотрите, поезд Москва, Краснодар, Воин Москва. Названия классные. Просто Ростов, мотор Москва, я так понимаю, это Динамо, да? Это Грек Москва. Ха-ха-ха-ха-ха, это Спартак. Тула, Уфа, Казань, Екатеринбург, Сочи, Грозный, Тамбов, Волгоград, Кимки. Ну и давайте посмотрим, значит, лига здесь только одна. Давайте просто пробежимся по Англии. Тут Ливерпуль, Манчестер Блум, Манчестер Рэдсона, это понятно, да? Челси. Ну, в общем, здесь есть очень много разных клубов. Смотрите, даже Лига 4 присутствует, офигеть. А что тут еще? Мне прям очень интересно, какие тут еще лиги есть. Сербская тоже там, Сурдулица, ну, прикольные названия, Белград, все понятно. Хорошо, ну давайте в России начнем. Вот, я не знаю тут, что выбрать вообще, какой клуб, потому что у всех такие названия классные. Давайте выберем мотор Москва. Смотрите, тут есть Москва, аэропорт, арена. Подожди, а у Войн тогда что? Ходянга, Филд, арена. Капец просто. Так, у меня первая лига, так, 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 бюджет, игроки, персонал, экономика. Видите, тут есть информация по разным клубам. Давайте мотор Москва выберем. Это Динамо, что ли, если кто не знает. Приветствуйте, добро пожаловать в мотор Москва, удачи. Обзор стадиона, нажмем. Вау. Ну, это, конечно, не очень похоже на ВТБ-арену, да? Ну, прикольно, а что, можно даже летать? Ну, не финты ж себе. Посмотрите, насколько прикольно в игре все это реализовано. Не знаю, как вообще играть, потому что пока я только-только вот просматриваю. Вот, тренировочная зона, смотрите, длинная дорога. Мы где-то на отшибе находимся. Классно, что, круто. Пока не лагает, все работает неплохо. Вы еще спите в отеле, написано. Сплю и вижу. Так, давайте далее нажмем. Значит, подготовка к сезону. Я только понимаю, что это чемпионские титулы, кубок России. Вот, типа, два турнира, в которых мы участвуем. Очки, базовая конфигурация. Мы получаем какие-то очки пользователя. Тут, кстати, можно узнать полезную информацию в начале игры и позже, когда вы добьете успеха, вы получите очки действия. Понятно, понятно. Совет директора 84. Прошлый год 84. Смотрите, здесь есть бюджеты, команда на трансферы и бюджет клуба. Вот, можно менять бюджет, как совет директоров. Видимо, все зависит от очков, да, я так понимаю. Так, ну, на бюджет клуба я бы оставил бы средним, да, а поднял бы бюджет именно на этот сезон вот сюда. Применить очко действия, получить два дополнительных очка переговоров, потратить. Так, мы хотим выйти на четвертую позицию. Давайте увеличим до третьей, например. Поднимем бюджет, например. Так, если мы так, так, ну, то так давайте, что. Главное же. Все, все очки действия тут. Можно очки переговоров увеличить. Вот, ну, меня устраивает. Что я могу? Я могу эти очки переговоров, кстати. Совет директоров почему-то падает. Видите, на сезон можно бюджет увеличить. Ну, я, наверное, сделаю так, чтобы было здесь хотя бы 75, 77 давайте. Вот. А здесь, если мы это увеличим, так не будем. Хорошо, все. Вот в таком формате, наверное, и будем работать сейчас. Хотя, опять же, очки действия мне дают 1,1 миллион. Поэтому я вот и не знаю, как тут будет. Понизим позицию, увеличим позицию. Ну, не знаю, там, как вот тут вот это вот совет директоров. Популярность. Ну, ладно, оставим. Полезная информация. С начала работы клуба вы можете сообщить команде свои правила и условия. Прикольно. Популярность игроков и популярность нашего совета директоров, да? На что мы ставим? Ставим на опыт, возраст не имеет значения, ставка на молодежь. Дальше форма. Все решают игроки. На тренировках каждый может доказать мне, что заслуживает места в составе. Ротация. Это про нас. Я дам шанс 7. То есть, считаю, постоянство состава. Ну, так сказать, давайте я дам шанс 7. Стратегия. Цель – долгосрочное развитие. Мы хотим улучшить ситуацию в воздействительном будущем. Давайте вот так сделаем. Играем в атакующий футбол. Нам не забить играть в атакующий. Я хочу видеть состав по одному игроку из каждого возраста. Мы будем подписывать только тех игроков, которых сможем выгодно продать. Это можно поставить. Мы будем подписывать только тех игроков, которые действительно усилят команду. Тоже вот это можно. Но это я не считаю, что нужно. Вот. Дальше двигаем. Смотрите. Лицо наркоманское. Интересно. Так. Ну, я так понимаю, что это, например, щеманский. Не, не щеманский. Не, не угадал. Вот видите, украинец, немец, армянин. Интересно, что тут у нас уровень 10, уровень 11, 11. Ну, тут надо прям разбираться, потому что тут рандомные гиды. Все футболисты, да. У всех разные номера. Вот. Голубев, Орлов, Попов. То есть тут рандомные. Хотя говорят, что здесь можно всю базу данных менять. То есть, если вам захочется, вы можете в настройках все абсолютно поменять. Так. Финансы и спонсоры. Базовая информация. Назначить конкретного игрока. Так. Матис Пейукерт. Господи, такие имена. Это просто ужас. Вселение тренировки всем. ТРПР. Так. Двигаем дальше. Полезная информация. На главном экране отображается общая информация. Вот так вот оно все выглядит. Ну, я решил посмотреть. Игрушка своего рода новинка, если честно. Прогресс до следующего уровня. То есть, мы видим уровни футболистов. Мы видим соперников здесь. Соперников здесь. Тут очень много разных кнопок. То есть, есть текущий состав. А есть план на игру, например. Что такое вот должно же присутствовать. Да. Разные тренировки. С этим всем, конечно, нужно сильно разбираться. Продлить контракт. Перевести. Устроить беседу. Выставить на трансер. Смотрите. Тут кто-то и по нескольку миллионов даже стоит. Тут, например, вот этот вот парень Юрий Борогинский. О, боже мой. Язык сломать можно. Так. А есть ли возможность, так сказать, заняться? Именно. Так. Тут поиск спонсора стадиона вам нужно. Поиск спонсора названия трибуны. Найти спонсора на рекламных счетах. Организовать товарищеский. И тут что еще мы могли бы, да, дополнительное замутить, например. Так. Я предлагаю, в общем, сейчас посмотреть, что тут на рекламных счетах. Каких спонсоров, да. Вот очень много сразу информации в игре. А найти вот ворваться об этом тяжеловато, да. Селекционные задачи. Тут очень много разных вот ништяков. Всяких. Планировщик. Запланированное все. Так. Ну давайте запланированное все закинем. Пока так. По стандартам будем делать. А там уже посмотрим, как оно получится. Там организуем всякие ништяки. Что нам нужно и так далее. Ну и посмотрим, как будет работать. Разноплановые нагрузки. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы этими тренировками, конечно, кто-то другой занимался. Интенсивность слишком высокая. На каждом стоит. И я не очень люблю, когда в разных играх пытаются, значит, прям вообще до жести. Переход к атаке можно. Интенсивность высокая. Бег на выносливость высокая. Давайте через один просто будем интенсивность увеличивать. Ну так. Вот так. Вот так. Чтоб не ломались футболисты. А то это будет не очень хорошо. Так. Давайте дальше. Что тут у нас? Перемотка, скорее всего, тоже будет. Цены на билеты, на сезон. Так. Можем увеличивать. Так. Это очень плохо. Значит, вот так вот пойдете. Сейчас увеличим, пока смайлик позволяет. Вип-ложи. У нас, кстати, вообще никто на вип-ложи не ходит. Мест 25800. Доход полного стадиона. Ну, тут это не увеличится никак, поэтому 70 оставим. Так. Перематываемся вперед. Смотрите. Очки переговоров. Начались банковское дело. Я так понимаю, что с участием совета директоров тут у нас переговоры по поводу, в общем-то, информации, связанной с тем, кого мы будем рекламировать. Нам нужна большая отдача в сезон и всего. Да. Вот на несколько сезонов, например, берется. Так. Ну, давайте вот такое, например, ремесленное дело. Вот. Такую штучку. Проводим переговоры. Подписываем контракт. И галочка. Вот. И контракт подписали с людьми фармацептика. Тут вы получили предложение спонсора по контракту на новое название стадиона. Какой? Фармацептика? Ну, как бы пофигу. Что? Мы работаем. То, что там говорят. Воин Москва. А, это идет. Жеребьевка. Ни хрена себе. Воин Москва играет против Уфы. Это жеребьевка Кубка России. Кто не понял? Ростов играет против Грозного. Как же это круто, а? Поезд Москва. Химки. Краснодар играет против мотора. Нет. Сейчас мотор вылезет. Смотри. Тула. Мотор. Тут такой тамбов. Тут еще тамбов, кстати. Грек. Москва. Сейчас мы, да? Нет. Волгоград. Нам пока везет. В Санкт-Петербург главное не попасть. Вот они мы моторы. И сейчас Санкт-Петербург, да? Нет. Сочи. Нормально. И Санкт-Петербург. Казань. Но я вижу, что по скилу, конечно, типа Зенит. Санкт-Петербург тут самый мощный. Это понятное дело. Ну что? Интересная жеребьевка прошла-то. Дополнительный так. Посмотреть. Что-то непременно, непременно. Что тут еще? Вы получили по контролю на новое название Трибуны. Что? Туризм? Гостиничный бизнес? Да ладно, подписываем. Что? Бабки, бабки, бабки. Казань. Организовать товарищеский матч. Да давайте Сочи организуем товарищеский матч. А вот. Дальше тут аналитики данных. Подписать контракт. И подписать контракт. Во. Все. Аналитиков мы тут понабрали. Благотворительные мероприятия разнообразные. Я все к матчу, конечно, стремлюсь. Очень хочу посмотреть, как тут матчи выглядят. Вот. Ну, прикольно смотрится. Так, пару дней сбор. Давайте вот так это активируем. Что у нас там дальше? Что вы хотите вообще от меня теперь? Так. Панкратий Золотарев в центре внимания. Миттлс Бро. Это наш Панкратий Золотарев, да? Миттлс Бро. Твердое намерение по покупке. А кто? Я же не успел еще познакомиться даже с футболистом. Вот. А здесь у меня даже какие-то там уже предложения по покупке. Я, честно говоря, половину не знаю, кто из них кто здесь. Потому что тяжело. Тяжело понять. Так. Твердое намерение. Ну, я не могу уж никак повлиять на это. Что-то я ничего не нажимаю. Так. Позволяется информация о выбранном игроке. Так. Сравнение. Редактирование. Мотивация. Карьера. Так. Тут вроде бы ничего нет у нас. Кто играет вообще в эту игру или кто слышал о ней, ребята, в обязательном порядке расскажите, как она вам. Смотрите. У нас у многих тут контракт, кстати, готово закончиться. Вот. Орлов у нас получил повреждение. А стоит он 14 миллионов. Офигеть. Так. Ну, двигаем дальше. Что тут у нас? Лига. Домашний. Так. Международный. Тут можно разные группы смотреть. Какие трансферы проходят. Я хочу в менюшку уже попасть более-менее. Значит, здесь у нас информация по качу футболистов. Процесс тренировок. Это хорошо. Махемчук. Или Максимчук. Да. Отсутствуют условия. Тут, короче, какая-то игра. Ну, у нас очков-то нет. Большой талант. Говорят, что это Артур. Это хорошо. Я очень хочу к тактике. Есть ли вообще какая-то возможность тактически устроить что-то с командой, да? Можно, конечно, трансферный рынок зайти, там что-то. Это, ну, вот это, например, я ничего не могу с этим сделать. Ну, пришло предложение и пришло, да? Вот, на трансферном рынке. Я хотел бы попробовать посмотреть. Значит, это разрыв мышцы. Это у нас скауты. Это у нас календарик. Это у нас информация по переговорам. Это стадион. Дальше. Тут у нас автомобили-поставщики. Это спонсоры. Бюджет. Дальше еще какая-то информация. Активы вообще, вот, да? Вот мы карьеру же за клуб делаем, да? А у нас почему-то нет возможности с составом разобраться. Именно, знаете, какие позиции, как будет выглядеть тактическая схема и так далее. Что, перед каждым матчем это будет, что ли? Так, занятие спортом можно поставить. И вот это можно поставить. И еще одно занятие спортом. Ну, все, хватит заниматься спортом уже. Сколько можно-то? Ладно, интенсивность оставим старую. Я так понимаю... А, вот, вот, вот. Появилось хоть что-то, хоть какая-то. Мне просто интересно, будем ли мы управлять все в матче или нет. Значит, у нас здесь есть информация по нашему клубу. Ну, настрой по тактикам. Да, сыгранность небольшая, судя по всему. Так, состав по правилам. Делегировать задачи. Что у нас тут? Да, удар с пенальти тут стоит. Ну, это понятно. В общем, помощник выбирает все решения, принимает. Помощник тренера выбирает запасных. Смотрите, как все автоматически. Так, очень быстро. Показать состав соперника можно. Ого-го-го-го. Офигеть. Офигеть-фигеть тут ребята. Браво. И, блин, лица у них, конечно, смешные очень у всех. Так, схема. Вот я не могу, например, схема управления. Вот, смотрите, новая схема. Галочка, да. Вот я могу сохранить вот эту схему, которая у нас есть. Я могу, в принципе, здесь разобраться. Кто на какой позиции, кто как смотрится. Но больше таких каких-то детальных настроек. Завершить расстановку, удалить, удалить скамейку, делегировать задачи, состав по правилам. Ага, приоритет кому, ну это понятно. Ну, давайте я хочу просто посмотреть уж, как оно выглядит. А, вот, вот она, видите, задача здесь у нас идет. Игра по флангам. Можно увеличить процент игры по флангам немного. Вот, вот, также можно чуть-чуть поднять центр игры. У нас атакующая схема. Контролируемая атака. Целенаправленный, настойчивый. Видите, тут что-то можно поменять. Частоты разнообразные. Ну, пока мы так смотрим. Аккуратненько, да, за всем, что происходит. И мне вот интересно, как же этот матч будет проходить. Значит, сейчас нам будут ли показывать матч? У нас, кстати, на трене праздничная. И ждут матч. Раньше стоимость 31 миллион. У них, да, у нас раньше стоимость 75 миллионов. То есть мы подороже. Ну и давай запустимся. Полезная информация. Выберите речь, которую нам нужно с вами закинуть. Это обычный матч. Мы проведем его как профессионалы. Дается плюс концентрации. Дальше. Сегодня нас ждет серьезное испытание. Ну, давайте, ладно, вот это скажем. И что тут? Этот матч важен для наших болельщиков? Да ничего не важен, в принципе, да. Этот матч такой себе по важности. Так, а мы можем что-то вкидывать, да, сюда постепенно или нет? Применить очко действий. Так, ну мы применили уже все, что могли. Применили концентрации, эффективности. Вот, давайте вот так оставим. И свисток. Я так понимаю, что здесь нет возможности смотреть именно матч. Мне просто интересно. Знаете, в футбольных игр существует море. И я решил сделать вот такой вот обзор. Но я надеялся, что здесь будет более как-то детально все происходить. А в итоге мы получаем с вами очень странное что-то. Попов, Максимчук, Корякин, Курякин даже. Там что-то странное. И мотор попадает в штангу. А потом гол забивается. Выходим вперед. 1-0 ведем. Очень странная игра, если честно. Но мне вот всегда именно важно посмотреть на то вообще, какой рынок здесь. Потому что меня часто просят в футбол тактик Сен-Глории отснять обзор. Но я уже делал по этой игре в свое время. И решил что-то найти похожее. И там в похожих была вот эта игра. Но если честно, я надеялся, что будет какая-то визуализация матча. Ее просто нет. В комментах напишите, как вам вообще игра. Мы ведем 2-0 сейчас. У нас настроение команды вялое. Крайне неприятно. Изменить тактику можно. Смотрите, тут допустим, если что-то нужно. Вот. Ну, покричать на футболистов тут вот так нельзя, как в футбольном менеджере. Да, ну, такое на самом деле. Я надеялся, что будет веселее. Но самое веселое здесь это название команд. И это, не знаю, фамилии, имена и лица футболистов. Это прям очень прикольно смотрится. Так, ну, давайте там, я не знаю, Галкипера, допустим, сделаем заменку. Это же товарищеский матч. Вот. Что у нас тут? Кто тут у нас еще есть? Хороший футболист какой-нибудь. Так, так, так. Ну, вот Ворону можно в оборону поставить. Дальше. Голубева можно на острие атаки поставить. Ну, такие замены, допустим, замутить. Указания. Указания. Тут редактор атаки есть какой-то. То есть мы можем прям заставить их как-то атаковать по-своему. Вот. Матч легко и спокойно. Ну, как бы маловато. Здесь разных ништяков. Вы знаете, у игры-то оценки в стиме очень хорошие. Но меня немного это удивляет, потому что не скажу, что игра очень продуманная. То есть с такими играми лучше играть в футбольный менеджер. И там намного интереснее, намного больше возможностей. Вот что могу сказать. 2-0 мы ведем. Сделали там разные замены. И счет у нас меняется. На табло, на 3-0. Можно статистику. Видите, Сочи вообще ничего не делает. Выездная команда домашняя. Ну, к сожалению, конечно, не так все ярко. Как бы кому-то хотелось бы. Я, конечно, был бы рад, если бы еще была визуализация футболистиков. Но разработчик, так сказать, начал с малого и сделал вот то, что сделал. Вот как-то так, ребят. Пишите в комментариях свои предложения по играм в нашу рубрику «Спортивная ПК-арня» или «Спортивный Андроид». Я посмотрю игрушки, которые вы можете мне посоветовать. Потому что, ну, я считаю, что, в принципе, сделали неплохой обзор. Это, конечно, не убийца футбольного менеджера, а тем более не убийца FIFA или PES. Хотя PES уже давно мертво. Но все же вы понимаете, да, что выглядит это все, ну, крайне так стандартно, обычно. Я не знаю, перематывать вперед нельзя. Можно скорость сцен сделать, да, и всего остального увеличивать. Это вот единственное, что могу сказать. Ну, и в итоге мы победили у Сочи в товарищеском матче 4-0. Вот, тут трансфер немедленно отклонить. Во, видите, я могу отклонять. В трансферах все-таки сработать могу. Тут Камден Чаплин. Оформлен Ливерпуль, получит 50 миллионов. Я не знаю, кто такой Камден Чаплин. Можете написать, кстати, кто по вашему мнению здесь какой игрок. Кто Захарян, кто еще кто-то. Не знаю, были ли тут акценты на настоящих футболистов или нет. Ну что ж, я предлагаю закончить такой микрообзор на Си, что вы, если захотите, поиграйте. Если захотите, не поиграйте. Но в любом случае, оцените мои старания. Я посмотрел игру, достал ее из недр Стима и думал, что контент будет классный. Но в итоге получилось что-то очень странное. Вот так вот выглядит игра. Тут какие-то трансферные предложения. Но тяжело, знаете, играть в игру, в которой неизвестно, какие вот скиллы там. Все это нужно вот изучать прям. Но если бы тут была бы игра, где можно было за футболистами наблюдать и что-то интересное рассматривать. А так, я думаю, все со мной согласятся, что это просто смена постоянная кадров и картинок и ничего сверхъестественного и особенного здесь нет. Вы полны энергии. У нас зато со здоровьем все хорошо. Ну хоть где-то со здоровьем все хорошо. Правильно. Ребят, не болейте. Не забывайте про лайки, подписки. Вы находитесь на канале Спортивный. И увидимся в новых видео, в треш-обзорах разнообразных спортивных игр на ПК и на Андроид. Я советую вам просто подписаться. Ну и поддержать лайком за старания. И посоветовать какую-нибудь игру для обзора в комментариях. Покедова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok